Оперативно реагировать на капризы погоды, не забывать об адресной помощи, продолжать работать по нацпроектам. Накануне в стенах региональной администрации прошло традиционное аппаратное совещание под председательством Алексея Русских. Подробнее Игорь Кранцев. По информации городских властей, недавняя авария на теплосетях в Димитровграде связана с изношенностью сетей. Отопление отключали в 18 домах. С ЧП справились, но глава области призвал внимательно следить за состоянием коммунального комплекса. В связи с устоявшимися холодами прошу главу муниципальных образований особое внимание сосредоточить на бесперебойной работе объектов инфраструктуры, прежде всего социальной, а также работе общественного транспорта. В зону СВО из Ульяновска отправился очередной груз с необходимыми вещами, перечень которых, по словам губернатора, согласован с командирами воинских частей. Нельзя забывать и о работе на территории региона. На контроле остается системная поддержка семьям, участникам СВО. Это наша прямая обязанность. Напоминаю кураторам и главам муниципальных образований, что задачу по личным встречам и индивидуальному подходу каждой семье никто не снимал. Малый бизнес сумел оперативно отреагировать на новые вызовы и в сегодняшних реалиях вполне справляется. По крайней мере, по официальным данным, в этой сфере отмечен рост. По состоянию на 1 декабря у нас насчитывается 42 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Численность занятых значительно возросла. Это порядка 16% плюсом за год. На нынешней неделе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» наш регион проводит форум «Деловой климат в России». А вот по нацпроекту «Культура» уже можно фактически подводить итоги года. Нам осталось завершить капитальный ремонт в районном доме культуры Радищева. И нам осталось ввести в эксплуатацию новый клуб в селе Старо-Тимушкино Барышевского района. Собственно, вот эта часть 0,1% как раз это оплата по этим объектам. Поэтому рисков в нацпроекте «Культура» на сегодняшний день мы не видим. А вот очистка родников в Винновской роще от нефтепродуктов только начинается. Закончить же должны через год. С двух групп родников с северной и южной части будет вывезено порядка 13 тысяч загрязненного грунта. Грунт загрязнен нефтепродуктами, напомню. И непосредственно с пруда накопителя будет вывезено порядка 9 тысяч загрязненного грунта. Досталось властям Ульяновска за работу с последствиями ледяного дождя и жалобы от жителей частного сектора. А Минздраву даны указания внимательно следить за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. За неделю участились случаи госпитализации. Игорь Кранцев, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск.